Всем привет! Меня зовут Настя и вы на канале, посвященном вязанию и околовязальной тематики. Это канал На День Шапку. Добро пожаловать! Сегодня у нас с вами будет порция вдохновения. Это видео с подборкой вязаных изделий. У меня уже есть одна такая часть на канале, я оставлю здесь ссылку. Та часть была про базовые вещи, исключительно самые простые, без каких-либо наворотов. А эта же часть будет, наоборот, про более фантазийные изделия. Про то, что базой назвать никак нельзя, но лично на мой взгляд, но давайте учитывать то, что база у каждого своя, да, для кого-то база. Это жаккардовые свитера, для кого-то вот кардиган лицевой глади. Я же подобрала то, что мне кажется небазовым, но тем не менее то, что бы я с удовольствием вписала бы в свой гардероб. Сразу говорю, что я не претендую на авторство ни одного из этих изделий. Все это вязала не я, я лично нашла это на просторах интернета, инстаграма или пинтерест. И я постараюсь оставить вам ссылку на пинтерест, да, на свою доску. Я сейчас не помню, как это называется. Я не такой прям активный пользователь, но тем не менее я постараюсь оставить вам ссылку в инфобоксе. Так что, если вы вдохновитесь какой-то определенной вещью, вы сможете пройти посмотреть, увидеть автора этого изделия. А если же это из инстаграма, я постараюсь прям вместе с именем автора публиковать фотографии. Давайте не будем медлить и приступим. Я разделила изделия на несколько блоков, называла их как смогла. И первый блок изделий называется Color Block. То, что сложно назвать базовым, но тем не менее можно, на мой взгляд, с легкостью вписать в гардероб. Во-первых, давайте посмотрим на вот такой кардиган. Он в стиле Color Block, но тем не менее в таком минимальном, да, деликатном. Он разделен на две части. Одна часть в одном цвете, другая в другом. Мне кажется, это очень интересным решением. Тем более, что можно подобрать разные цвета. А если подобрать, например, вообще коричневый и светло-коричневый, не знаю, ну, как вариант, то это будет абсолютно базовая вещь для многих. А если же использовать более контрастное сочетание, как здесь, либо вообще яркие какие-то цвета использовать, это, конечно же, уже будет оригинальная, креативная вещь. Мне очень понравился этот вариант. Особенно понравилось то, что она в пушистой пряже. Смотрится здорово. Следующий вариант. Я думаю, что вы видели подобное в магазинах по типу, честно, ну, не Алиэкспресс, но что-то вроде того, в общем, магазина одежды. Там часто фабричные вещи в таком стиле встречаются. Они тоже в стиле Color Block. Вот как здесь, например, разделено горизонтально на два цвета. И по центру одна такая яркая контрастная полоса. Здесь же это не просто полоса, а полоса с косой, да, по центру. Смотрится, на мой взгляд, интересно. И даже в этом цветовом сочетании будет не проблема такое изделие носить. Но не слишком смелое. Я начинаю показывать вам пока не слишком смелое изделие. Смотрится интересно. Здесь же фактура такая простая, да, гладкое полотно. Но здорово. Дальше. Мне очень понравился вот этот кардиган. Во-первых, мне нравится весь образ в целом. И то, как здесь сочетаются цвета. Для кого-то, опять же, это может быть базой абсолютной. Потому что ничего сверх экстравагантного здесь нет. Но, тем не менее, кому-то такое сочетание цветов и вот именно этот стиль Color Block может показаться немного из ряда вон, скажем так. Ну, необычным, как минимум. Здесь сочетание такого бледно-голубого, серого. Я бы даже сказала, что это серый меланж. И такой приглушенный темный хаки. Очень классно смотрится. Мне нравится, что в хаке здесь, в цвете хаки, здесь именно карманы. Такие накладные. И вот таким кардиганом я бы точно с удовольствием обзавелась. Я люблю изделия в таком стиле. И здорово смотрится на поверх водолазки. Водолазка обе джихаки. Понятно, что водолазка и карманы перекликаются. И смотрится очень выигрышно, на мой взгляд. Следующее изделие, это, по-моему, вообще свитер из H&M. Какой-то старой коллекции. Я имею в виду, но тем не менее, идея понятна. Здесь сочетание простой резинки. Да, по-моему, самое обычное. И жаккарда в перемешку с антарсией, наверное. Плюс, опять же, сочетание цветов серого, белого и такого горчично-желтого. Очень красиво. Серый и темный, и светлый. Тоже здорово вместе смотрятся. На мой взгляд, тоже очень интересная вещь. Очень похожий, опять же, в таком же цветовом решении. Такой молочный, белый, темно-серый, серый и горчичный. Здесь прям вообще колор-блок. Я бы сказала, даже этот стиль можно назвать пэтчворк. Когда из разных кусков собрана вещь. Но мне нравится. Надеюсь, что вам также приглянется этот стиль. Дальше затронем такие более простые изделия. Например, просто полоска. Это тоже, по сути, стиль колор-блок. Но когда сочетаются практически несочетаемые цвета. Либо просто контрастные. Здесь же светло-желтый-горчичный. Потом цвет охры, молочный и сиреневый. А и девушка дополнила обувь. Обувью свой образ. То, что обувь перекликается с джемпером. И это смотрится уже очень даже гармонично. Мне нравится, как это смотрится со светлыми брюками. В общем, тоже очень классная вещь. Хотя простая. Но для многих это будет не совсем базовые вещи. Также полоска. Просто самый простой свитер. Видно, что он фабричный. Скорее всего, акриловый. Ну, либо хлопковый. А здесь просто очень много разных цветов. Он яркий слишком. Такой для многих смелый. Да, сочетание таких ярких. Я бы сказала, даже практически детских цветов. Но, тем не менее, мне кажется, что это смотрится как минимум фотогенично. Это здорово. И можно интересные образы составить с таким джемпером. И последняя вещь в этом блоке. Это вот такой кардиган интересный. Мне кажется, что он может многим понравиться. Самый простой кардиган с V-образным вырезом. В крови у него оверсайз. Плечо, по-моему, спущенное. Если честно, плохо вижу. И его украшают просто по переду. Возможно, и по спинке. Но здесь не видно. Контрастные косы. Опять же, косы в тон. Низу юбки смотрятся замечательно. И цвета такие пастельные. Очень приятные, не вычурные. Интересно, как, кстати, эти косы вязались. Наверное, либо Индарси, опять же. Либо как-то. Даже не знаю. Мне само интересно, как. Возможно, это сделать. Если вы знаете, можете написать в комментариях. Итак, с первым блоком мы закончили. Следующий блок, который мне очень нравится. Я его назвала так. Фактурная полоска. То есть, когда сочетаются не только разные цвета, но и разные фактуры в одном изделии. И все это комбинируется, но смотрится, тем не менее, гармонично. Итак, давайте, наверное, начнем вот с такой вещи. Я думаю, что вы уже неоднократно могли встречать подобные изделия в Инстаграм или на Пинтерест. Вот, видите, о чем я говорю. Здесь разные цвета, разные фактуры добавлены. И пайетки, и шишечки есть, и ажур, и разные узоры в сочетании. И видно, что пряжа разная. То есть, есть более гладкая, есть более пушистая. И хотя это сочетание достаточно деликатно по сравнению с тем, что я буду вам дальше показывать, оно все равно не базовое. Но, тем не менее, настолько интересное, мне кажется, что многие осмелились бы надеть такое изделие. Дальше мне очень нравится вот такой свитер. И тут не только свитер, тут еще и кюлоты вязанные. Это у Катюши. Мне прям... Настолько меня впечатлил этот образ. И свитер, и кюлоты тоже. И обратите внимание, опять же, сочетание разных фактур и сочетание цветов. Здесь и хаки, и синий, и голубой, и розовый. Но, тем не менее, посмотрите, как гармонично это смотрится. Мне кажется, правда, знаете, порой нужно брать себя в руки, выходить из своей пастельной зоны комфорта и переходить порой к чему-то такому более фантазийному. Потому что, мне кажется, что это может очень сильно поднять настроение. Давайте дальше. Дальше пойдет серия таких свитеров. Тоже, думаю, что не раз вы видели. Свитера и кардиганы достаточно крупные, вязкие. В основном, одна и та же пряжа одного и того же состава используется. Но мне кажется, что где-то можно встретить и комбинацию. Но здесь однозначно такой микс цветов и узоров. Поэтому создается такой эффект разнофактурности. Вот, например, посмотрите, тоже красивое сочетание. Крупная-крупная пряжа, похоже на ровничную. Но смотрится очень здорово. Опять же, фотогенично. Обратите внимание. Следующий вариант уже из более пушистой пряжи. Здесь, опять же, видите, такие вставки из сердечек. Ну, или это скорее просто петли. Но за счет того, что пряжа крупная, да, выглядит как будто это сердечки. Крупная-крупная пряжа. Вот очень классный свитер. Я бы с удовольствием такой хотела. Но мне кажется, что такой свитер и кардиган удобно носить без верхней одежды. То есть, чтобы он играл роль вверх сам по себе, да, и привлекал на себя внимание. И вот такое сочетание цветов. Мне очень понравилось. Опять же, ровничная пряжа. Тоже толстая такая, ровничная. И, опять же, эти сердечки. Красивые цвета. Бирюзовый с горчичным. С таким приглушенный кирпичным цветом. Смотрится здорово. Давайте пока дальше по лайтовым изделиям пройдемся. Потом у меня пойдет прям фантазия-фантазия. Самое настоящее. Итак, следующий блок называется жаккард. Я, честно, не знаю, как его... Можно ли все изделия так обозвать, да, что они все жаккардовые. Но, тем не менее, ну, наверное, ближе к этому. Давайте начнем с этого изделия. Оно, конечно, очень сложное. Но у кого есть опыт вязания жаккарда, кто любит... Я видела неоднократно у мастериц вот подобного рода работы. Это, конечно, верх мастерства, на мой взгляд. Это очень красиво, очень здорово. Ну, вот это, мне кажется, самая настоящая осенняя вещь. В таком стиле, каком-то скандинавском. Опять же, сочетание осенних цветов. Кирпичный, темно-зеленый, какой-то зеленый меланж. Коричневый, горчичный. Очень красиво смотрится. Осенью точно можно вписаться в окружающую обстановку. Дальше пойдем по жаккарду. И здесь лапопейсы. Я привела просто один из примеров. На самом деле, лапопейс очень много. Но для меня, например, это не базовая вещь. Поэтому я решила ее тоже здесь упомянуть. Вот, например, такой вариант мне очень понравился. Потому что здесь сочетание молочного цвета. А сверху такого контрастного, графитового. И многих других, да, вы сами видите. И мне очень понравился вот этот вариант. А здесь, вообще, мне кажется, поверху идет изнаночная гладь, если я не ошибаюсь. Снизу уже лицевая. Красивые какие-то полосы. Я даже, честно, не знаю, как их правильно назвать. Но мне очень нравится, как смотрится контрастно вот этот белый цвет на коричневом вместе с черным. Очень впечатлил меня этот свитер. Дальше в жаккарде я также добавила пару работ с узором гусиная лапка. В данном случае это крупная гусиная лапка. И вот эти фотографии взяты из масс-маркета. Вот этот черно-коричневый. Это Massimo Dutti, по-моему. Мне очень нравится. Просто мне кажется, это реально связать. Потому что жаккар здесь двухцветный. И, опять же, кто любит, почему бы и нет, да? Кто любит такие изделия. Мне понравилось сочетание черного и светло-коричневого. Хотя, честно, в обычной жизни я очень редко применяю эти цвета. Хотя они базовые. Но вот для меня не настолько. Я как-то не очень люблю. Но здесь мне нравится, как это смотрится. Опять же, для кого-то это изделие может оказаться базой. Но мне кажется, что это можно, знаете, разделить на две группы. И базовые изделия, и фантазийные. Потому что все мы разные, да? У всех у нас свой гардероб. Но я решила выделить здесь все-таки это тоже. Потому что это такое контрастное изделие. Да не все так одеваются. Для кого-то это прям очень смело. И вот такое уже в более классическом черно-белом варианте. Это, по-моему, тоже H&M или Биржка. Что-то такое. Тоже классный черно-белый. Я всегда смотрю на такие изделия. Я бы с удовольствием себе связала такое. Или вот в такой расцветке жилет, например. Мне кажется, будет здорово. И последнее в этом блоге. Это свитер крупный-крупный, вязкий. Опять же, ровничный. Как вот до этого я показывала вам кардиганы. Мне кажется, его можно было бы и туда отнести. Но здесь, видите, нет полос. По сути, это жаккард. И мне кажется, тут круглая кокетка. Поэтому сюда скорее в лопопейсы, да, или в просто изделие с жаккардом он будет больше вписываться. Вот. Сочетание классическое. Белое. Такое зеленое, оливковое и горчичное. Но это фантазийное изделие, как минимум, потому что оно крупное. Оно из крупной пряжи. Оно необычное. Совершенно не базовое. Каждый день не будете в таком бегать. Но, мне кажется, такой вариант можно тоже рассмотреть, если вы обращаете внимание на толстую пряжу. Давайте рассмотрим один из моих самых любимых блоков. Вот в сегодняшней подборке я его назвала необычные цветные акценты. Честно, даже здесь есть и жаккард или интарсия. Честно, не знаю. Но я думаю, что это скорее фабричная вещь. Но сейчас я вам покажу. Есть также и вот этот цветной акцент за счет пряжи. И есть цветной акцент за счет, я не знаю, то ли это отдельная вышивка, то ли это в процессе вязания. Но, в общем, давайте я вам покажу. И вы сейчас поймете, о чем я говорю. Итак, первый вариант с цветными акцентами. Это вот такой необычный свитер. Мне нравится сочетание вот такого голубого небесного с цветами морковки. Это оранжевые и зеленые. И морковки смотрятся классно. Вот такой свитер я бы тоже себе очень хотела. Мне кажется, это, знаете, ну, можно носить каждый день с джинсами. Но, тем не менее, не выглядеть серо и незаметно. Да, это если у вас такое яркое праздничное настроение, почему вы и нет? Можно просто, не знаю, с джинсами и с белыми кедами одеть, и будет здорово. Я видела подобные варианты с вишенками, еще с какими-то клубничками. Но мне больше всего почему-то понравились морковки. Дальше то, о чем я говорила, это яркие цветные акценты за счет самой пряжи. Здесь меланжевая пряжа, это видно, либо как минимум сочетание нескольких нитей. И самый обычный свитер. Единственное, что у него, я так понимаю, рукав валаном. Да, здесь просто на этой фотографии не так сильно это видно. Рукав валаном и яркая пряжа. Уже можно разбавить так самый простой свитер вот такими необычными яркими акцентами. Следующая подборка в этом блоке, это вот такие, казалось бы, обычные свитера. Возможно, с косвыми, возможно, даже без. Я сейчас вам покажу по очереди. Но на них вышиты какие-то либо вот бубочки, шишечки, как хотите называйте, либо какие-то фрукты. Опять же, вишенка я сейчас вам дальше покажу. И мне кажется, это очень необычным и интересным решением. Вот, например, посмотрите, какой женственный красивый кардиган. У него выполнена планка рюшей, то есть она без пуговиц. Планка рюшей, сочетание таких молочных, светло-кофейных цветов. И на них вышитые вишни. Это просто, мне кажется, один из моих фаворитов в моей сегодняшней подборке. Мне очень понравился этот кардиган. Он такой женственный, классный. И весь образ смотрится гармонично. Следующая работа, покажу вам в двух фотографиях. Тоже очень меня впечатлило. Здесь самый простой джемпер. Можно связать, мне кажется, и регланом. Можно и как здесь. Я так поняла, что не совсем понятно, в точную это рукав или нет. Но что-то похоже на то. Обычная лицевая гладь. И на нем, опять же, вот эти вишенки. И посмотрите, как интересно смотрится вот этот небесно-голубой цвет. С красным и зеленым в очередной раз. Убеждаю, что это очень симпатично. И вот этот же свитер поближе. Посмотрите, как красиво. Резинка, конечно, кривая. Но не суть. Мы смотрим просто на дизайн изделия. А вот эти вишенки выполнены. Я поняла, как будто отдельные. И потом пришиты. Мне кажется, крючком их выполняли. Вот такое интересное изделие. В этой подборке это также все. Переходим к следующей. Мне пришлось отлучиться на пару часов. Поэтому, скорее всего, у вас поменялась картинка, свет. Я прошу прощения. Но неважно. Я готова продолжить делиться вдохновением. Итак, давайте рассмотрим следующий блок. Давайте. Даже я выбираю. У меня тут еще три блока. Давайте посмотрим на блок, который я назвала вышивка. Вышивка. Точнее, я ее назвала вышивкой фактуры. Дело в том, что я здесь подобрала очень интересное изделие. Как правило, фактурные, пушистые. То есть не из гладкой ровной пряжи. Или вообще из какой-то необычной фантазийной пряжи. На которой присутствует вышивка отдельных элементов. И что мне показалось вообще невероятным. Давайте сначала рассмотрим вариант с однотонной вышивкой. То есть в тон к самому изделию. Я не разбираюсь в вышивке. Я сразу скажу. Но не разбираюсь в названии всех этих стежков, техник и так далее. Поэтому не могу точно как-то это обозвать. Но я обязательно покажу вам изделие. Что я имею ввиду. Вот я нашла два похожих изделия. В разных цветах. Вот, например, первое. Мне кажется, что это просто что-то невероятное. Бежевый. Но он тоже пушистый. Тоже фактурный. Бежевый. Такого кремово-бежевого цвета. И у него, обратите внимание, на рукавах идет опять же фактурный узор. Что-то вроде резинки в таком шахматном порядке. Ну, таких узоров полно. Да, если взять любую книгу с узорами. И вот эта вышивка цветов. Их очень много. Это, конечно, наверное, большая, такая длительная, кропотливая работа. Но это однозначно того стоит. Мне кажется, этот джемпер, произведение искусства. Мне еще нравится вот такое в цвете охры. Тоже, мне кажется, это тот же самый джемпер, да, только в цвете охры. Вероятно, где-то есть описание этого джемпера. Ну, возможно, вы даже знаете, потому что я не слежу так сильно за авторами. Особенно за англоязычными авторами, за скандинавскими. Я сильно, честно, не слежу. Поэтому я не знаю, есть ли такое описание или нет. Тем не менее, это волшебно. Мне нравится и в этом цвете, и в молочном. Просто прекрасно. И давайте перейдем к другому виду вышивки. Я взяла вот эти две фотографии. Я нашла их на Пинтерест, но это фотографии с сайта какого-то люксового бренда. Ни одного и того же. Вот это, по-моему, Бронелла Кучинели, если я не ошибаюсь. Конечно, я не представляю, как можно выполнить такую вышивку вручную. Наверное, никак. Но я просто вам покажу сам свитер. Может быть, вы просто вдохновитесь, посмотрите, полюбуетесь на него. А, возможно, вы такой мастер, что можете подобное повторить. Опять же, джемпер с примесью Махера. Это видно, да, он сильно ворс торчит. И у него такая какая-то хаотичная вышивка разных цветов. Серый какой-то горчичный. И вот такие бордовые вкрапления, похожие на пайетки издалека. Мне очень понравился этот джемпер. Я бы такой купила бы. Любовь у меня деньги. Но, в общем, классный. И мне понравился вот такой. Смотрите, он в пудрово-розовом цвете. Опять же, с махером, скорее всего, с высоким, объемным горлом. И, во-первых, клетка. В таком, в каком-то, опять же, цвете охры. Обратите внимание на сочетание. Да, классно смотрится. И у него вышивка. Честно, издалека плохо видно, но напоминает какие-то хаотичные цветы. То есть, не четкие структурированные, а такие. Немного такие размазанные, что ли. Ну, в общем, нет четкого контура, но похоже на цветы издалека. Мне кажется тоже это очень интересным и креативным таким решением. Дальше. Каждый раз, когда я думаю о каких-то фантазийных изделиях, вязанных, я вспоминаю автора. Вот каждый раз одного и того же. Ее девушку, по-моему, зовут Сабина. Раньше у нее профиль назывался Море Нутри Нит Лав. Сейчас с Морем Внутри у нее называется профиль. Давайте посмотрим на ее работы. Во-первых, вот такой джемпер с вышитой альпакой. Джемпер сам по себе из какой-то вспушенной альпаки, скорее всего. Да, на шелке или на полиамиде, уж не знаю. И вышитая на ней альпака. Давайте вот поближе вам покажу, как смотрится. Смотрите, тоже очень кропотливая работа. Видно, что много деталей, много цветов. Ну, такой джемпер я бы с удовольствием в себе хотела иметь в гардеробе. Еще очень понравился, опять же, у нее вот этот кардиган с овечками. Классно смотрится. Овечки на таком джинсовом фоне. Вообще оригинальное изделие. Очень необычное. За такое не жалко заплатить побольше денег. Правда, мне кажется, это того стоит. Прям эксклюзивная такая вещь. Также мне очень приглянулся кардиган, который также подходит под этот блог, когда мы проводили марафон вяжи-миксуй. Думаю, что, в принципе, в этом марафоне были созданы такие креативные небазовые изделия, потому что миксовали разные пряжи, разные фактуры, цвета и так далее. И вот один из лидеров во время нашего совместного обсуждения с девочками, один из лидеров, был вот этот кардиган, точнее, конечно же, автор этого кардигана, Надя. Очень необычный кардиган, он связан из велюровой пряжи. У него здесь вышита какая-то сетка, точнее, не вышита, а провязана, да, сетка другой пряжи какой-то с люрексом на рукавах вот здесь, то есть тоже в таком хаотичном порядке. И по переду вышитые цветы, посмотрите, как это красиво смотрится, еще в сочетании с винтажными пуговицами. Конечно же, это далеко не базовое изделие, но, тем не менее, оно очень интересное. Я, конечно, его запомнила, и когда я увидела результат, я была вообще удивлена тому, что из велюровой пряжи можно создать такую красоту. Следующий блок, предпоследний, я назвала крой и фактура. Здесь, как вы поняли, я собрала изделие необычной посадки, кроя и ярко выраженной фактуры. Давайте начнем с самого базового. Здесь, скорее, играет роль крой. Разумеется, это тоже фабричное изделие, тем не менее, вы можете посмотреть, вдохновиться. Смотрите, это джемпер с рукавом валаном. Рукав валаном нестандартный, то есть не тот, который я показывала в прошлом видео, да, базовый валанчик такой аккуратный. Здесь присутствует и баска, и валан, и обратите внимание, еще на рукава сделали отверстие для больших пальцев, чтобы продевать. Ну, знаете, раньше тоже я частенько встречалась с такими изделиями фабричными, где вот эти пальцы можно было просунуть. И вот здесь эта деталь тоже есть. Дальше, что-то подобное, смотрите, вот, например, кофта на пуговицах, она укороченная, да, нельзя назвать кардиганом. Здесь идет именно рюша по рукаву, рукав достаточно объемный. И обратите внимание на то, что само туловище изделия не объемное, то есть нет такого какого-то эффекта оверсайза, а рукава смотрятся более громоздко, но тем не менее, гармонируют с основным полотном, на мой взгляд. Дальше, вот такие изделия мне очень нравятся. Изделие выглядит так, как будто бы к жилету с объемными такими плечами, да, с такой торчащей проймой пришиты рукава. То есть попробуйте убрать рукава, будто бы это жилет, но все-таки рукава там тоже есть. Мне очень нравится такая идея для джемпера, вот, например, такой фабричный, потом вот такой с косами белый. Здесь идет акцент на плечи, это, конечно же, немногим подойдет, но мне кажется, выглядит очень эффектно. Потом, например, я здесь не добавила, забыла, мне нравится описание у Оли. Я не помню, к сожалению, название, но я здесь ставлю у нее по принципу, вот, точно таком уже есть джемпер, как бы жилет, но в нем вывязаны рукава и получается такой интересный джемпер. И вот совсем-совсем фантазийный и очень фактурный, но, тем не менее, я не могла его не выделить. Очень эффектный, смотрите, тоже в таком коралловом цвете. Рукава объемные, из толстой пряжи, весь джемпер, да, из толстой пряжи, объемные рукава, плюс вот это проймы, как уже лето, с резинкой, какие-то всевозможные косы, тысячи шишечек. Это, конечно, очень смелая вещь. И вязать я бы такую не решилась, носить тоже. Особенно вязать, потому что пока эти шишечки свяжут, но, тем не менее, мне кажется, такие вещи тоже нужно просматривать для вдохновения. Следующее изделие в этом же блоке, опять же, с каким-то интересным кроем и фактурный. Вот, например, мне очень приглянулся такой оливковый джемпер. Красивый рукав, опять же, валаном, длинная резинка. Мне нравится такого формата рукава. Плюс, вы видите, узоры, шишечки, ажур и высокое горло, которое прям по горлу идет, да, в облипку практически. И, в принципе, сочетание с завышенной талией смотрится очень выигрышно. Потом, опять же, шишечки. Много-много шишечек. Здесь крой проще. Это обычный джемпер, но, тем не менее, сочетание большого количества узоров тоже смотрится интересно. И в шоколадном цвете тоже здорово. Вот такой мне понравился горчичный джемпер. Опять же, тот же эффект с рукавом, только на рукаве. Здесь основной акцент, да, больше узоров сосредоточено на рукаве. Точнее, все узоры в этом джемпере. Дальше это переходит в длинную узкую резинку по рукаву. А само туловище, да, основной перед спинкой, связанной лицевой гладью, тоже очень эффектно. Еще вот такой вариант, похожий на какую-то пушистую пряжу, возможно, шнуркового типа. Красивый желтый цвет, конечно, плохо видно, плохое качество фотографий, но, опять же, основной узор сосредоточен на рукавах. Какие-то тут и шишки, и ажуры, и резинка. А остальное плотно связано просто лицевой гладью, поэтому смотрится интересно. И еще немного интересного кроя. Во-первых, вот такая вещь, тоже очень смелая, но, тем не менее, вязанная с большим таким валаном, из крупной пряжи. За счет этого, мне кажется, валан такой достаточно стабильный. Интересные узоры переплетения в сочетании с платочной вязкой, скорее всего, смотрится очень необычно. И вот такой свитер мне очень понравился. Это уже, опять же, конечно же, в цвете охра, но мне понравилось то, что у него линия плеча заканчивается такой толстой, объемной косой. То есть, ей выделена линия плеча, и далее эта коса переходит наперед. Это очень интересно связано, честно, не представляю как. Узор со смещенными петлями, тоже фактурная, пушистая пряжа. Я, конечно, очень вдохновилась этими изделиями. Честно, смотришь на такие вещи и не можешь представить себе, что все это придумал человек. И последний блок на сегодня, который называется валаны и бахрома. У меня здесь не так много изделий, но, тем не менее, все они очень красивые. Опять же, возвращаемся к Сабине, девушке, про которую я сегодня уже рассказывала. У нее есть прекрасный джемпер. Это, вряд ли, свитер, да? Невысокое горло. Прекрасный джемпер. Во-первых, мне нравится сочетание цветов такого пудрово-розового, салатового и молочного. И вы видите бахрому, и вот эти шишечки. В общем, фантазия просто прекрасная у Сабины. Я в восторге от этого изделия. Мне очень нравится. Дальше, возможно, вы неоднократно видели подобную вещь. Многослойную, похожую на какой-то воздушный торт. Здесь куча узоров, также слои. Похожи вообще издалека на платье. Но, если честно, я видела именно свитер. Вот я видела девушку в таком свитере. И в джинсах с завышенной талией. Поэтому не могу сказать, платье это или это все же джемпер такой, да? Просто так его здесь сочетали. Тоже не представляю. Ну, точнее, я думаю, что это реально связать. Но, когда доберутся до такого руки, наверное, никогда. Потому что, как правило, даже до базовых вещей толком руки не доходят. Но это очень, конечно, красиво. На это хочется смотреть и смотреть. Дальше похожая ситуация, но уже более деликатная. Здесь очень красивый джемпер тоже. Напоминает, если честно, вязку крючком. Но я могу ошибаться. Возможно, это все-таки просто ажурный такой джемпер спицами. И интересные, аккуратные такие, не длинные бахромушки. Опять же, в треугольной форме, да? В форме треугольника вот плеча к центру груди. Очень красиво смотрится. Такой стиль боха. Вот такой джемпер крупной вязки. Опять же, косы. Здесь уже попроще, да? Косы, спущенное плечо, крупная вязка, огромное такое объемное горло. И бахрома присутствует только на рукавах. Вот именно в месте плеча, плечевого шва. Интересно смотрится. Дальше нашла вот такой жилет. Очень интересный. Честно, не знаю даже, как он связан. Как связана его нижняя часть спицы. Это или крючок. С бахромой такой нестандартный совершенно. И широкий-широкий пройм. И просто от талии и до линии плеча. Также мне понравился вот такой вариант. Это я нашла уже на сайте какого-то шоурума совершенно случайно. Здесь сочетание черного и белого цветов. И вот как раз на разделение. Здесь получается и колор-блок, да? И бахрома. И на разделение этих цветов идет такой переход в качестве бахромы. Смотрится интересно. И с джинсами, кстати, и с грубыми ботинками тоже классно. И также меня впечатлил вот такой детский джемпер. Я думаю, что я бы сама с удовольствием такое носила. Ну, правда, не всегда, так как это совсем не базовая вещь. Но думаю, что ребенку действительно можно и чаще такое носить. Красивый кофейный цвет в сочетании с розовым. Это беспроигрышно. Шишечки, интересные узоры. Бахрома, скрещенная резинка. Классный, очень необычный джемперок. Такой нежный. Тем не менее, вот этот бог стиль тоже присутствует. Это была вся подборка интересных, необычных, креативных вещей на сегодня. Я очень надеюсь, что она вам понравилась, что какие-то вещи вас вдохновили. Возможно, вы уже взяли спицы и начали что-то необычное себе вязать. Я, честно, очень вдохновилась этими изделиями. Я люблю как базовые вещи, но иногда, чтобы развивать свое воображение и креативный взгляд, креативное свое мышление, очень полезно бывает посмотреть такие подборки. Если для вас была полезна моя подборка сегодня, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите любой комментарий. Также вы можете поделиться этим видео в соцсетях. Это поможет продвижению моего канала. Спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео, за то, что вы досмотрели его до конца. Если нужны еще похожие подборки, обязательно пишите об этом в комментариях. Все, друзья, спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео, за то, что вы досмотрите его до конца. До встречи в следующих видео. Пока!